В Октябрьской области 70-летняя пенсионерка живет одна в здании отдаленной железнодорожной станции. Но неострая нужда заставила ее сделать такой выбор. Дорига Жексылыкова всю жизнь проработала на железнодороге. Осталась предана отрасли даже после выхода на заслуженный отдых. Она держит хозяйство и отказывается переезжать в город. Частые гости в ее доме это ее коллеги – железнодорожники. С громкой музыки и хорошего настроения начинается каждое утро пенсионерки Дориге Жексылыковой. Ветеран железнодорожной отрасли живет одна на отдаленном разъезде в Мартугском районе. На одиночество не жалуется более того, отказывается жить у детей. А их у бабушки шестеро, а еще 14 внуков и 7 правнуков. Я 5 часов встаю, телевизор включаю, музыку включаю. У меня огороды есть, гуси, утки тоже есть. Теперь корову, телят, баранов буду держать. Буду разъезд поднимать, хозяйство открою. О веселой и общительной пенсионерке знают все проводники и путейцы. Последние часто заходят в гости. На праздники в доме у Дориги Жексылыковой всегда шумно. С подарками приходят в гости железнодорожники. Новый музыкальный центр презентовали совсем недавно, на 70-летний юбилей. Хорошая бабушка, с ней веселее, с ней никогда скучно не бывает. Разъезд не скучает, постоянно музыка, летом утят, гусят, тут все ходят. Власти района неоднократно предлагали пенсионерке перебраться поближе к цивилизации. Ведь в райцентре и магазины, и больнице все рядом. Но активная бабушка наотрез отказывается и на здоровье не жалуется. Кардиолог подтверждает, сердце и сосуды у нее в норме. Участвует в общественной жизни нашего района. У нее пенсия высокая, ни на что не жалуется. Только у нее сейчас одна из проблем, которые она поднимает, это немножко приложить дорогу от железнодорожного полотна до дороги автомобильной. Где-то 30 метров в порядке. Но этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Своим секретом долголетия Дарига Жексылыкова считает любовь к труду. Она 45 лет проработала на железной дороге. Была и стрелочницей, и вагонным оператором. Одним словом, никогда не боялась работать. И в свои 70 она легко управляется по хозяйству. Реализует мясо птицы и овощи. А зимой на заказ вяжет носки. Пряжа бабушка тоже придет сама. Елена Устимович, Бон Мудагалеев, Октюбинская область, Хабар-24.